Я Тумсо Абдурахманов, чеченский блогер, и мне объявила кровную месть вся кадыровская власть. Ассаляму алейкум ва раматуллахи ва барракату. Сейчас я вам расскажу, как сделать прописку в Польше. Затем Кадыров собрал всех журналистов в республике и... Я родился в обычной семье. Отец был ранен в 1994 году, и уже будучи больным, он не мог кормить нас полноценно. И этот период и в плане материальном для нашей семьи, и в плане социальном в целом для нашей республики, это был очень тяжелый период. Тогда брали все, что можно только продать. Мы все продавали. Это могли быть щенята, какой-нибудь дворняжки, которых мы выдавали за щенков кавказской овчарки. Потому что когда щенки маленькие, они все пушистые и красивые. Это могли быть котята, это могли быть водосточные трубы, которые тогда перед войной пользовались большим спросом. Их ставили на буржуйки и делали дымоотвод, когда уже отключили газ. Мы это все собирали, несли на рынок, продавали. И на эти деньги обычно играли в компьютеры. То есть это было такое увлечение. Разумеется, я, будучи подростком, я боялся войны. Это все, я никогда не забуду, какой страх был, вселялся в сердце, когда слышал самолет. Это было такое чувство, когда ты не знаешь, куда он долбанет, куда упадет эта бомба. Это страшно. Я вообще никогда не принимал участие в боевых действиях. Я не мог этого делать физически, потому что я был мал. То есть я не участвовал в войне не из-за того, что я считал это неправильным. Я, наоборот, считал, считаю долгом каждого человека выходить на войну, если враг приходит на его землю. Я ни в коем случае не оправдываю, а наоборот осуждаю Беслан. Я понимаю, что это была великая ошибка и преступление, на которое пошел Басаев. И мы должны вернуться к нормальному диалогу с Россией, то есть будучи партнерами, соседями, иметь нормальные отношения. Я не за плохие отношения с Россией. Я искренне желаю, чтобы они у нас были нормальные, чтобы мы все признали свои ошибки, признали свои преступления. Те люди, которые обвиняют меня в том, что я начал критиковать власть только когда я уехал, они абсолютно правы. Я действительно начал критиковать власть тогда, когда у меня появилась такая возможность. А возможность может появиться только когда ты уезжаешь. Наших детей привозят мертвыми и нас заставляют их закапывать во мраке ночи. И мы их закапываем и после этого молчим дальше. Молчим и живем, как будто ничего не случилось. 20 с лишним лет, 30 лет воспитываем этого ребенка, потом хороним его, даже не хороним, закапываем ночью. Закапываем и живем дальше. Разумеется, это результат огромной тирании, страшной тирании. Конечно, люди запуганы, люди вынуждены это терпеть. 4 ноября 2015 года случайно на одной из улиц города Грозного пересекся с Исламом Кадыровым. Меня забрали, посадили в машину сопровождения, и мы уехали в правительственный комплекс. Несколько часов находился там, у них в плену. Затем был отпущен с условиями, что не буду стричь бороду до нашей следующей встречи. Я не должен был рассказывать кому-либо о содержании нашего разговора. И никому, кроме своей семьи, я не должен был говорить также, кто меня похищал. И вот 7 ноября второй раз, видимо, он в этот день вернулся с Москвы и сразу приехал ко мне домой, вызвал меня по телефону. Поехали обратно в этот же дом, в этот же комплекс правительственный. В разговор сразу пошел в обвинительном тоне. Ислам Кадыров сказал, это значит мой задержанный. Он на 80% салафит, это тоже цитата его. Я не знаю, как он вычитывал эти проценты, я понятия не имею, как у них работает эта логика. И таких, как он, у нас здесь много, он их знает. На следующую встречу ты должен будешь прийти со всеми вот этими своими, значит, членами своей этой партии. Я понимал, что мне нужно будет абсолютно ни в чем не повинных людей привести и сказать, что вот они являются там какой-то членами какой-то секты. И это была такая главная мотивационная причина, по которой я принял решение уехать. И с этого момента начались мои вот эти вот приключения диссидента, беженца за пределами Чечни. Самый, больше всего просмотров у меня на ролике с переговорами с лордом. То есть, первая часть моих переговоров с лордом набрала 2 миллиона 765 тысяч просмотров. Первый звонок лорда Магомеда Даудова в прошлом году, в конце августа. Он для меня был полной неожиданностью. Весь наш разговор, который у нас тогда состоялся с Даудовым, он транслировался в ютубе. Но кровную месть он мне в этом разговоре не объявил. За те мои слова в диспуте с Шевченко, что я презираю память Ахмата Кадыров, он объявил мне вот эту кровную месть. Вы сказали, он был муфтием. Когда он был муфтием, он призывал джихаду против вашей страны. На момент начала Второй войны, кем был Ахмата Кадыров? А когда он был в начале Второй войны, он был никем, он был предателем чеченского народа. Он был приговорил с ним. Вы оскорбляете его память. На объявление о кровной мести я отреагировал спокойно, но со всей серьезностью. Я понимаю, что Даудов это тот человек, который имеет возможности осуществить задуманное. То есть свои угрозы осуществить у него возможности есть. У них сегодня, к сожалению, есть большие возможности. И после объявления о кровной мести желающих ее исполнить прибавилось, конечно, их стало очень много. То есть тех людей, которые для того, чтобы выслужиться перед ними и получить какие-то привилегии, они с удовольствием исполнят эти угрозы. В Европе очень много чеченцев. И, конечно, бывает такое, что просто на улице узнают, подходят. Как-то пытаюсь сделать так, чтобы меня на улице не узнавали. То есть, когда я, например, передвигаюсь или куда-то иду, то я как-то пытаюсь скрыть свое лицо, одеть капюшон, чтобы меня не так легко было узнать. Возможно, что они меня найдут и возможно, что они меня убьют. Но страха я перед ними все равно не испытываю. Моего родного дядю, брата моего отца, старого человека и двух моих двоюродных дядей, тоже по отцовской линии, их заставили в пятницу в мечети в станице Ищерской отказаться от меня и произнести слова, что они в случае моего убийства не будут мстить. То есть они как бы дали разрешение на мое устранение. Быть врагом Кадырова – это опасно. Это находиться постоянно в опасности, постоянно заботиться о своей безопасности, думать об этом, не доверять никому. Самая большая проблема – это видеть в каждом человеке потенциально опасного агента Кадыровского. Но быть врагом Кадырова и при этом еще не иметь защиты в европейской стране, когда еще и европейская страна видит в тебе угрозу, это вдвойне сложно. Приходится защищаться не только от одного Кадырова, но и постоянно думать о том, что европейская власть может тебя отдать им в руки. И это вдвойне сложно. Когда ты слышишь о тех, кто выехал еще в 2000-х в начале и умер здесь, и кого-то хоронят здесь, кого-то отправляют домой, и вот когда вот эти вот вещи ты слышишь, ты все чаще задумываешься, не постигнет ли и тебя то же самое, не встретишь ли ты здесь свою смерть. Но я надеюсь и верю, что я вернусь домой, если будет на то воля Всевышнего.